Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Ответ на террористическую угрозу в Казани прошел Совет Безопасности России с участием самарского губернатора. Городская среда за 1 миллиард. Самарские коммунальщики обещают за два года вывести из города мусор, включить фонари и благоустроить дворы. Новый дом для грани. Новокуйбышевскому театру проектируют современную сцену. В Самаре продолжаются антитеррористические учения. Тренировки проходят по всему городу. Сегодня остановили движение в исторической части. На улице Фрунзе в одном из магазинов по легенде нашли бесхозный пакет с содержимым, похожим на взрывное устройство. Накануне оперативники и спецслужбы отрабатывали навыки в Кировском районе на улице Черемшанской. О местах проведения учения заранее не сообщается. Движение могут перекрыть в любой момент. Представители силовых структур просят самарцев отнестись к этому с пониманием. Учения завершатся 22 мая в понедельник. Три крупных теракта удалось предотвратить в прошлом году в Приволжском федеральном округе. Об этом рассказал полномочный представитель президента Михаил Бабич. Сотрудники органов безопасности нейтрализовали угрозы в Татарстане, Башкортостане и Кировской области. Информация прозвучала на выездном совещании по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, который накануне в Казани провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. В преддверии матчей Кубка Конфедерации, Чемпионата мира по футболу и президентской избирательной кампании необходимо усилить контроль со стороны региональных антитеррористических комиссий за проведением массовых мероприятий. По словам Полпреда, осложняет криминогенную обстановку в регионах нелегальная миграция. Почти половина иностранных граждан в ПФО работает без разрешительных документов. По статистике, мигранты совершили в прошлом году более 4 тысяч преступлений. О ситуации в Самарской области на совещании рассказал Николай Меркушкин. По его словам, работа с мигрантами в губернии отлажена. Регион собрал больше других денег от выдачи трудовых патентов иностранцам. Но необходимо ужесточить законодательство и усилить работу правоохранительных органов по борьбе с незаконной миграцией. Для того, чтобы эти люди были под постоянным контролем, чтобы мы понимали, кто приезжает и с какой целью принимали, и своевременно выдворяли. В Самарской области отказано в прошлом году было более 3,5 тысячам человек в приезде в область. Выдворено было в итоге решениями судов более 150 человек. Почти миллиард рублей получит регион на реализацию программы «Городская среда». В Самаре прошла презентация этого проекта. Он направлен на то, чтобы навести порядок в городе, за два года вывести мусор, благоустроить дворы, установить уличное освещение. Особенно важно, считают эксперты, скоординировать работу всех служб, чтобы не было случаев, когда после асфальтирования дорог приходится их разрушать для ремонта труб. Особая роль отведена жителям. Именно они вместе с представителями общественного совета будут контролировать и принимать работы. Чтобы стать участником программы «Городская среда», нужно обязательно подать заявку, иначе бюджет денег не выделит. Если двор не попадет в план на 2017 год, его приведут в порядок позже. Проект рассчитан до 2022 года. Один из самых финансово емких партийных проектов. Вторая особенность – активное участие наших жителей. Во-первых, сам проект направлен на сформирование той благоустроенной среды, в которой живут наши жители и мы вместе с вами. Поэтому, конечно, без активного участия, обсуждения и контроля жителей невозможна реализация этого партийного проекта. Металл, стекло и дерево. Средневековый стиль и хай-тек. Каким будет новое здание для театра-студии «Грань» обсуждали за круглым столом в Новокуйбышевске. Решение принято. Трехэтажные пристройки Дворцу культуры оснастят самым современным оборудованием. В мэрии обещали денег не жалеть. О новом доме для «Грани» подробнее расскажет Мариана Мирная. Сегодня на этом месте за Дворцом культуры города Новокуйбышевска расположена парковка для служебного транспорта, но продлиться это недолго. Здесь будет пристрой, который станет домом для театра-студии «Грань». Каким будет здание, пока большой вопрос. Ясно одно – оно будет технологичным, современным и неординарным. Предусмотрят все – зрительный зал на 200 мест, фойе, буфет и необходимые помещения для актеров. А еще гардероб, фальш-этаж для техники, костюмерные, декорационные, грузовой лифт и даже музей. Новые возможности для сценографии и режиссуры откроют новые «Грани» для театра, который не боится экспериментов. Мы очень хотим, во-первых, сохранить ту камерность и атмосферу, которая существует. Поэтому мы планируем, что зал будет не больше 200 мест. Это позволит все равно оставаться в рамках камерного, малой формы, камерного пространства. И с другой стороны, конечно же, мы хотим сохранить и вот это пространство, которое на сегодняшний день, оно будет использоваться и как репетиционное, и как пространство зала для сохранения тех спектаклей, которые сейчас есть. Пока будущее здание театра нарисовано от руки студентами-архитекторами Самарского государственного технического университета. Если идею согласуют, начнется этап проектирования. В мэрии Новокуйбышевска, говорят, при строительстве прислушаются именно коллективу театра, который славит небольшой индустриальный городок на весь театральный мир. Акцент мы будем делать на тех требованиях, которые они будут высказывать. То есть мы сделаем театр именно под них, как бы они это видели. Оснастив необходимыми техническими средствами определенными, то, что сейчас есть, скажем так, интересно в нашем мире. Поэтому наша задача сделать интересный пристрой технически оснащенный, который бы опять же работал на жителей нашей Самарской области. О собственном здании для грани говорили давно, но после того, как театр стал лауреатом национальной премии «Золотая маска», откладывать вопрос уже стало стыдно, шутит министр культуры Сергей Филиппов. Уверяет, денег жалеть не будут. Внутри и снаружи театр будет отвечать современным требованиям. Если мы планируем строить театр, то это должен быть театр завтрашнего дня, учитывая то, что у нас не каждый день такие возможности строить театр появляются. Отдельные благодарности, конечно же, администрации города, которые находят возможности уже сейчас подготовиться к выходу на этап проектирования. Я знаю, что есть планы заняться проектированием уже в этом году. О сумме сметы можно будет говорить только после завершения проектных работ. В это время мэрия Новокуйбышевска займется и поиском инвесторов, которые помогут в реализации смелого проекта. Мариана Мирная, Константин Головин. События. С 1 июня бесплатный проезд для льготников в муниципальном транспорте будет только по социальным картам жителям Самарской области. Это обеспечит прозрачность в сведениях об оказании услуг перевозчиками. Региональное правительство одобрило изменения в постановлении об организации муниципальных маршрутов. Уже с 1 мая количество бесплатных поездок для льготников увеличили до 60. Тем, кому и этого количества мало, будут помогать адресно. Если по дороге на работу или учебу приходится делать пересадки, в каждом отдельном случае число льготных поездок увеличат. Для отдельных категорий граждан предусматривается возможность увеличения права льготного проезда с использованием соцкарб в случаях и в порядке, устанавливаемых правительством Самарской области. В связи с этим предусмотрена норма, содержащая соответствующие поручениями Министерства социально-демократической и семейной политики Самарской области. Далее коротко о других событиях дня. На проспекте Кирова автокран насмерть сбил школьницу. Это произошло около 7 утра. 30-летний мужчин, управляя автокраном «Урал», двигался в крайнем левом ряду, а девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница скончалась на месте ДТП. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение. В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, 2 сентября 2015 года 23-летняя девушка, находясь у себя дома, родила ребенка, после чего завернула его в свою пижаму и вынесла на улицу, где во дворе дома закопала младенца в грунт на глубину около 40 сантиметров. Расследование уголовного дела продолжается. В Тольятти мужчина попал под статью из-за экстремистских песен. Сомнительный материал он разместил в соцсети ВКонтакте. В аудиозаписи силовики усмотрели пропаганду расовой и национальной розни. Уголовное дело отправлено в суд. Третий этап капремонта площади Славы может выполнить Волгостройконсалт. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Напомним, ранее областные власти не смогли найти подрядчика. Компании предстоит отремонтировать инженерные коммуникации площади, верхнюю и нижнюю насосную станции, ливневую канализацию, проложить новые трубопроводы, отремонтировать лестницы, амфитеатры и фонтаны, устроить цветочные клумбы. Работы должны быть выполнены до конца 2017 года. Цена контракта составляет 36,5 миллионов рублей. В Зубчининовке до 31 мая из-за планового ремонта закроется железнодорожный переезд. Кроме того, по той же причине временно ограничат движение по улице Литвинова в границах пересечения с железнодорожным переездом. Пропуск автотранспорта будет осуществляться через переезд в поселке Смышляевка. Также на переезде появится информация с указанием даты его закрытия и установлены знаки объезда. А вот о каких событиях наши журналисты расскажут в следующих выпусках. Красота за колючей проволокой. Исправительная система выбирает королеву красоты. Модно рожать. В роддоме Симашка за год на свет появляются 5000 младенцев. Чемпионская стройка. Кубку мира по футболу улица Ташкентская преобразится от Старозагора до Солнечной. На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова